Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – беседа Христа с Самарянкой. Часть первая. Беседа о воде живой. Беседа Господа Иисуса Христа с Самарянкой изложена в четвертой главе Евангелия от Иоанна. Кто такие были самаряне? Это народ, образовавшийся от остатка 10,5 израильских племен после того, как основную численность этих племен ассирийцы увели в Ассирию после завоевания столицы Северного царства Самарии в 722 году. А, соответственно, туда, в эти регионы, из Ассирии также поселяли, также депортировали еще другие группы населения. И вот в результате смешения остатков израильских племен и новопривезенных племен и образовался этнос, который получил название Самаряне. И вот Самаряне, после того, как Южное царство сначала было завоевано уже в начале VI века до Рества Христова вавилонянами, мы помним, что иудеи были взяты в плен. После возвращения иудеев из вавилонского плена Самаряне предложили свою помощь в восстановлении Иерусалимского храма. Однако получили от иудеев отказ. Причина заключалась в том, что Самаряне не полностью исповедовали иудейскую веру, как это делали сами иудеи. Самаряне в качестве священного писания признавали только пятикнижья Моисеева. Причем в это пятикнижья ввели определенные исправления в соответствии со своими догматическими представлениями. Самаряне насчитывали пять основных догматов своей веры. Первый догмат – исповедание единого Бога. Второй догмат – исповедание Моисея как пророка. Третий догмат – принятие в качестве священного писания пятикнижья Моисеева. Четвертый догмат – ожидание того, что придет мессия Машир. И, наконец, в качестве пятого догмата они рассматривали гору Горизим в качестве святой горы и центра святой земли. Они считали себя происходящими от патриархов Авраама, Исаака и Иакова, но от трех только израильских колен – священнического колена Ливия, а также сыновей Иосифа, Моносии и Ефрема. И вот в силу того, что их религиозные представления отличались от религиозных представлений иудеев, иудеи не только не приняли помощи от самарян при восстановлении Иерусалимского храма, но также впоследствии, во времена служения Господа Иисуса Христа, достаточно резко негативно относились к самарянам. Считали их, как бы мы сказали сегодня, еретиками, людьми, которые вроде бы как исповедуют примерно ту же веру, но при этом веру искажут. Самаряне жили на той территории провинции Римской Палестины, которая занимала промежуточное положение между Галилеей на севере и Иудеей на юге. Поэтому каждый раз, когда евреям необходимо было идти с юга из Иудеи на север, в Галилею, или назад, они могли поступить двумя способами, идти двумя путями. Был путь, который шел вдоль реки Иордан, и в таком случае иудеи не заходили в самарянские города, но был и иной путь, который пролегал как раз через город Сихем, или другое произношение Шхем, древний город, который в этот период был населен самаряном. Именно о этом городе и о самарянах этого места и рассказывается в 4 главе Евангелия от Иоанна, но рассказывается о них в связи с тем, что Господь Иисус Христос открывает им высочайшие богословские истины. Итак, 4 глава. 1 стих. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Господь Иисус Христос уклоняется от ненужных, неуместных, преждевременных конфликтов с улдейми, оставляет регион Иерусалима, идет на север в Галилею. Но идет не дорогой вдоль Иордана, а идет через Сихем, потому что, как воплотившийся Сын Божий, он знает, что его там ждет, а лучше сказать, кто его ждет, и какая огромная польза будет от его беседы с местными жителями. Четвертый стих. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Речь идет об области Самарии, о регионе Самарии. Пятый стих. «И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь». Сихарь – это то же самое, что Сихем или Шхем, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Сихарь был раскопан в XX веке. Место раскопок носит название Тель-Балата. Этот город занимал очень важное географическое положение, потому что с одной стороны от города Сихема находится гора Горизим, а с другой стороны гора Гевал. Эти две горы фигурируют в книге Иисуса Новина, когда рассказывается о том, что евреи, перейдя через Иордан, войдя в Сихем, расположились в отдалении Сихема и произвели возобновление завета с Богом. Так что народ располагался на склонах этих гор, на склоне горы Горизим и горы Гевал. Соответственно, с горы Горизим произносились благословения, с горы Гевал произносились проклятия, как они записаны в законе Моисеева. И поэтому само по себе расположение города уже весьма интересно. Две замечательные горы. Чем же еще замечательны эти горы? Они замечательны тем, что на горе Гевал Иисус Новин соорудил, водрузил жертвенник. А вот на горе Горизим, уже намного позже, самаряне соорудили храм, примерно в V веке до Рождества Христова. Этот храм существовал до 128 года, когда он был разрушен иудейским правителем Иоанном Герканом. И вот именно эта гора Горизим для самарян была священной. И они считали, что именно на ней Абраам приносил жертву своего сына Исаака. И поэтому в своем самарянском Пятикнижье, везде, где и у евреев фигурирует название гора Мариа, а гора Мариа находится в Иерусалиме, самаряне заменили название Мариа на гору Горизим. Соответственно, там существовал храм, но, как я уже сказал, храм был разрушен в конце II века до Рождества Христова. И когда Господь Иисус Христос приходит туда, конечно же, храма не существует. Но по-прежнему у самарян имеется воспоминание о том, что вот там наверху развалины священного места. Хотя, если мы сейчас встанем на развалина Сихема, там, где находится Тель-Балата, то с этой точки, будем смотреть на гору Горизим, мы развалина храма не увидим. Потому что уже позже при императоре Адриане там был построен языческий храм, ну а, соответственно, византийцы построили храм через Пресвятой Богородицы, очень интересный, восьмиугольный, и при императоре Адриане все это было обнесено крепостной стеной. Правда, сейчас тоже храм Богородицы не сохранился, сохранились только его развалины. Ну так вот, этот храм не виден из Сихемы. Получается, что когда Господь Иисус Христос беседует с самарянкой, она, может быть, и показывает наверх в сторону храма, но тоже они ничего не видят. Развалина храма они не видят. Итак, Господь находится в Сихаре, или Сихеме, это два названия одного и того же места, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Речь идет о том, что это место освящено еще и пребыванием на нем патриарха Иакова. Шестой стих. Там был колодез Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было же около шестого часа. Мы с вами знаем, что в Древнем мире, в ту эпоху, достаточно большое внимание уделялось в разных религиях тем или иным источникам. И у нас, в христианстве, есть понятие святой источник. Так вот, колодец Иакова пользовался особым почитанием со стороны самарян. Не только потому, что это был колодец с хорошей, чистой, свежей водой, но и потому, что выкопан он был тем самым замечательным патриархом. Было около шестого часа. А по нашему время счастливию, это около двенадцати часов дня, то есть самая жара, полдень, очень жарко. И уже Иисус утрудился от пути. Он устал и присел около колодец. Седьмой стих. Приходит женщина из Самарии, имеется в виду из Сихемы, почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Восьмой стих. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Очень интересно, что Господь Иисус Христос посылает учеников в Сихем, дабы они там купили пищу. Это говорит о двух важных моментах. Во-первых, ни Сам Господь, ни Его ученики не носили с собой большого запаса еды. Тем самым Господь приучал учеников полагаться на волю Божию. Второй важный момент. Мы с вами знаем, что когда позже он пошлет апостолов на проповедь, то пошлет только в города Иудейские. И особо подчеркнет, что ни к язычникам, ни в города Самарянские им не следует идти. Но поскольку здесь они идут не ради проповеди, а ради того, чтобы приобрести хлеб, то Господь их отпускает. И это очень хороший пример для нас, для христиан. Потому что, конечно, когда речь идет о религиозных вопросах, мы отстаиваем свою точку зрения. Но если мы общаемся с представителями других разных религий по деловым вопросам, житейским, практическим, техническим, то религиозные вопросы отходят на второй план. И на первый план приходит то, что все мы созданы по образу и подобию Божию. И, соответственно, мы общаемся с уважением друг ко другу. Итак, ученики ушли в Сихем, а оттуда из Сихема пришла некая женщина для того, чтобы подчеркнуть воды у колодца. Но кроме этой женщины и Иисуса никого рядом с колодцем нет, потому что очень жарко. Потому что все женщины этого города приходили раньше к колодцу и уже подчеркнули воды и уже вернулись назад. Стоит вопрос, по какой же причине эта жена Самарянская приходит в полдень, когда, конечно, и тяжелее всего тащить на себе воду? Вероятно, ответ мы находим чуть дальше в повествовании Евангелия Иоанна. А ответ заключается в том, что она жила не вполне благочестивой жизнью. У нее было пять мужей, с которыми она, видимо, развелась. И вот она уже тайно сожительствовала шестым мужчиной. И, похоже, это вызывало вот такой образ жизни, ее поведение. Это вызывало порицание со стороны ее одиноплеменников. Поэтому она даже лишний раз не хотела встречаться с другими женщинами самарийскими. И вот идет к колодцу, когда там никого нет, чтобы ни с кем не конфликтовать. Приходит туда, а там сидит утрудившийся от пути Господь Иисус Христос. И он обращается к ней и говорит, дай мне пить. Очень необычная просьба. Потому что не только в ту эпоху раввины запрещали иудеям общаться с самарянами. Но был еще один запрет со стороны раввинистических школ на общение мужчины и женщины в публичном пространстве. Эти запреты предполагали не только то, что мужчина не должен обращаться к незнакомой женщине. Но даже некоторые раввины запрещали мужчинам разговаривать с собственными женами, когда они находятся на публике. Одно из раввинистических поучений звучало так. Лучше или уничтожить, или сжечь закон, чем публично его проповедовать женщине. То есть даже наставлять женщину считалось неприличным, если это делается на публике. И вот Господь через это обращение к жене Самарянской показывает, что такого рода интерпретации в раввинистической среде являются ложными. Эти интерпретации вырабатывали в евреях того времени пренебрежительное отношение к женщине. В то время как Господь, обращаясь к этой незнакомой женщине и постепенно предлагая ей возвышенную беседу, показывает нам, что женщина, как и мужчина, оба сотворены по образу Божию. Поэтому и женщина, и мужчина в равной степени достойны откровения Слова Божия. Иисус говорит ей, дай мне пить, 7 стих, 9 стих. Женщина Самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Это комментарий евангелиста Иоанна Богослова для читателя. Слова самой Самарянки, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки. Как она узнала, что Иисус Иудей? Вероятно, по несколько иному произношению, иной диалект, на котором говорили евреи. Возможно, также Господь Иисус Христос был одет в типичные еврейские одежды, и она узнает, что он еврей не только по его голосу, но также по внешнему виду. Это удивляет, что он, еврей, мужчина, заговаривает с ней, с женщиной-самарянкой. Она насторожилась, но, будучи человеком открытым, решила уточнить, по какой причине ты ко мне обращаешься. Для Господа Иисуса Христа обращение к ней было необходимо для того, чтобы завязать беседу. Десятый стих. Иисус сказал ей в ответ. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Господу, как сердцеведцу, известно, что, хотя жена самарянская пользуется не самой лучшей репутацией у свек единоплеменников, тем не менее, она человек религиозный, она не только молится Богу, но также и живет религиозной жизнью, и задает сама себе религиозные вопросы, на которые пока еще не находит ответа. Это будет видно из дальнейшего хода беседы. И поэтому он ей говорит, не сразу, не прямо открывает себя, а постепенно подводит к тому, что перед ней не просто иудей, а некто больше, чем иудей. Он на это обращает внимание. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе?» Значит, тот, кто говорит, как-то связан с дарами Божьими, с благодатью Божией, то сама просила бы у него. Что же она должна у него попросить? «Он дал бы тебе воду живую». Выражение «вода живая» на Древнем Ближнем Востоке имело непосредственный прямой смысл. Технический, техническое значение – хорошая, чистая, проточная вода. Я думаю, что большинство из нас бывало в жарких странах. И мы знаем, что если в жаркое время года, или даже, может быть, как и здесь, а здесь уже мы чуть дальше посмотрим, вероятно, был ноябрь или декабрь, даже и в более прохладное время года, но жаркие дни на юге, застойная вода, какая-то лужа, то, конечно, там очень быстро могут размножаться бактерии. Если попить такой воды, застойной, плохой, можно отравиться. И наоборот, если проточная вода чистая, из хорошего колодца, то она не только утоняет жажду, но еще и человека, по сути дела, оживляет. Поэтому живая вода – это чистая, хорошая вода. Для тех, кто, как и ваш прокурорный слуга, живет на севере, небольшое пояснение, почему так важна вода для жителей юга. В 2007 году, когда начинались археологические обзорные экспедиции Санкт-Петербургской, Московской духовной академии и ряда региональных семинарий, ваш прокурорный слуга участвовал в одной из первых таких поездок. И мы вместе с тогдашним заведующим кафедрой вибристики Московской духовной академии, протереем Леонидом Грильхисом, вдвоем поехали в пустыню Негов на автомобиле. А другие участники нашей группы в тот день пошли по другому маршруту. Мы поехали на автомобиле, заехали глубоко в пустыню и были просто поражены, восхищены тем, насколько она обаятельна, насколько замечательна пустыня. И мы допустили серьезную ошибку. Мы с отцом Леонидом вышли из автомобиля, не взяли с собой воды и решили прогуляться по пустыне. Жители севера, он из Москвы, я из Санкт-Петербурга. Мы прошли, наверное, минут 20 вглубь пустыни и вдруг почувствовали, что очень жарит солнце и нам очень хочется пить. Вы знаете, мы еле успели добежать до автомобиля и просто как сумасшедшие набросились на ту теплую, не совсем приятную на вкус, но воду, живительную воду, запасы которой у нас, к счастью, умерись в достаточном количестве. Часа пребывания на палящем солнце хватило для того, чтобы мы были практически обезвожены. И когда мы вечером вернулись к нашим коллегам, они увидели нас и сказали, вы просто все какие-то непонятные, синие, бледные, на вас нет лица. Мы ответили, да, потому что мы в какой-то момент не взяли с собой в пустыню запасов воды. Поэтому наименование «вода живая» действительно имело прямой смысл для жителей Юга. Но, конечно же, Господь Иисус Христос, отталкиваясь здесь от образа воды и от этого технического термина «вода живая», предлагает данный образ для того, чтобы раскрыть понятие «дара Божия», «благодати Божией», «дара Святого Духа». Одиннадцатый стих. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий, откуда же у тебя вода живая?» Она беседует с ним очень тактично, вежливо, но задает правильные вопросы. Она очень честный человек и очень искренний. Она говорит, у тебя даже не черпало. «Где же ты возьмешь живую, свежую, чистую воду?» Двенадцатый стих. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Сказав, что у тебя, господин, отсутствует черпало, а колодец глубокий, то есть ты даже технически не можешь добыть воды, она переходит на новый уровень рассуждения, говорит Господу Иисусу. «Но даже если бы ты мог зачерпнуть вот этот колодец, откуда я сейчас зачерпну воды, этот колодец выкопал сам патриарх Иаков, и значит это самое лучшее. Неужели может быть что-то лучшее, что выкопано и предложено нам этим святым человеком? Лучше может быть только в том случае, если ты выше, чем Иаков. Рассуждает она абсолютно логично, абсолютно правильно. То есть если Христос сейчас ей скажет, что я предлагаю нечто лучшее, это означает, что он действительно выше Иакова. Но Господь вновь действует очень дипломатично. Он не дает прямые, четкие ответы на прямые вопросы самарянки, для того, чтобы ее не отпугнуть, а постепенно подводит ее к нужной мысли, желая, чтобы она сама к этому пришла. Очень хороший, важный миссионерский прием. 13 стих. В седьмой главе Евангелия от Иоанна этот же образ источника, который бьет из верующего, Господь Иисус Христос отнесет к Духу Божию. Здесь, как мы с вами видим, Он относит его к благодати Божией, а это примерно одно и то же. Это разные понятия, которые указывают, в общем-то, на один и тот же смысл. Потому что благодать – это и есть проявление Духа Божия. Итак, Господь говорит, есть серьезное отличие в той воде, которую я предлагаю, не потому, что она будет технически другая из другого колодца, а потому, что она будет по сущности своей совсем иная. Эту воду, сколько бы ты ни пила, ты будешь еще и еще жаждать. А вода, которую я даю, такова, что не только ты насытишься, но, выпив этой воды, ты сама станешь источником живительной, животворящей, живоносной воды. И этот источник вместе с тобой потечет в жизнь вечно. Здесь мы с вами встречаемся с очень важным понятием Нового Завета – жизнь вечная. В Ветхом Завете у иудеев всегда время мыслилось не абстрактно, как и сам древнееврейский язык, в нем же даже нет абстрактных понятий. Всегда время мыслилось в связи с какими-то людьми, событиями, проявлялось через людей события. И то же самое в Новом Завете. И очень важно, что в Новом Завете, когда говорится о вечности, говорится не о вечности какой-то абстрактной. Знаете, вот как некий вакуум. Вот мы сейчас представляем себе космос. Современные космологические представления такие, что бесконечный космос, он холодный, в нем плохо. Он вечно существует. Вот в вечности, что такое холодное, мрачное, неприятное для верующего человека. Но в Новом Завете, когда говорится о вечности, всегда говорится о жизни вечной. Жизни вечной в Боге, с Богом и через Бога. И вот об этом здесь Господь и говорит в беседе с Самарянкой. Та вода, которую я даю, нужна не только для того, чтобы насытиться. А ведь это очень важный термин. Что такое страсти, которые есть в каждом из нас? Это именно нехватка благодати Божией. Страсти появились в человеке после грехопадения. Именно потому, что человек, утратив связь с Богом, от которого получал благодать, получал радость, начал паразитировать на окружающем мире. Что такое страсть сладкоедения? Да когда я пытаюсь кушать сладкое, вкусное и этим заменяю духовную радость. Что такое страсть сребролюбия? Это когда я коплю материальное богатство и этим заменяю радость от духовных даров и так далее. Поэтому, конечно же, очень важно быть духовно насыщенным. Но Христос показывает благодать Святого Духа действует так, что мы не только, уверовав в Бога, молясь, и мы участвуем в таинствах, не только получаем радость, но и получаем еще нечто большее. А именно мы можем этой радостью поделиться с окружающими. Настоящий верующий человек, человек, который радуется. Это оптимист. Да, оптимист среди скорби, среди множества проявлений зла, порока в этом мире. Но все-таки мы оптимисты. После этих слов Господа Иисуса Христа, женщина-самарянка, понимая, что он говорит не об обычной воде, что термин «вода живая» используется им для указания на дар Божий, на благодать Святого Духа. И она просит. Она просит у него, чтобы он действительно дал ей эту необычную воду. 15 стих. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». На этом заканчивается первая часть беседы Господа Иисуса Христа с самарянкой. Она интересна. Это часть тем, что Господь подвел самарянку к представлению о духовной жизни. О том, что необходимо искать Божию благодать, которая не только насытит, но и позволит приобщиться к жизни вечной. Однако Господь желает открыть ей еще и большие истины и делает это очень искусно. Делает это настолько искусно, что жена готова внимать, а внимая готова принимать откровение о том, каков есть Бог, какая истинная религия и каково место верующего в этом мире. Но это уже тема второй части беседы Господа Иисуса Христа с самарянкой. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.